Первая половина недели ознаменована выходом следующей макроэкономической статистики. Так, в понедельник в Германии выйдет отчет по инфляции потребительских цен в сентябре. Согласно прогнозу, цены должны снизиться на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырасти на 0,8% относительно сентября 2013 года. Напомним, что в августе потребительские цены в Германии поднялись также на 0,8% в годовом выражении и не изменились относительно июля. Темпы изменения обоих показателей совпали с предварительными оценками и прогнозами экономистов. На августовское значение повлияло резкое снижение цен на энергоносители, которое было нивелировано небольшим ростом цен на продукты питания и повышением цен на услуги. Данная ситуация усиливает давление на Европейский центральный банк, и регулятор склоняется в сторону принятия более радикальных мер для предотвращения падения цен, которое может нанести еще больше вред стагнирующей экономике блока. Кроме того, во вторник в США будут опубликованы данные по потребительской уверенности от Conference Board за сентябрь. Аналитики прогнозируют, что индикатор составил 92,5 пункта в отчетном периоде. Месяцом ранее индекс уверенности потребителей США от Conference Board вырос до 92,4 пункта, превысив ожидания экспертов на уровне 89,1 пункта. Напомним, что за 100 пунктов принято значение индикатора 1985 года. Предыдущее значение за июль было равно 90,3 пункта. Таким образом, индекс потребительской уверенности достиг максимального значения с конца 2007 года, еще раз подтвердив твердость восстановления экономики США. В пятницу в Соединенных Штатах выйдет еще один важный показатель – изменение числа занятых от ADP. Прогноз предполагает прирост, равный 200 тысячам вакансий. Стоит отметить, что в августе в частном секторе американской экономики было создано 204 тысячи новых рабочих мест. Несмотря на то, что показатель вышел ниже прогнозируемого уровня в 218 тысяч, рост числа занятых превышает значение в 200 тысяч на протяжении уже пяти месяцев подряд, отражая устойчивую положительную динамику на рынке труда США. Помимо вышеперечисленных отчетов, инвесторы будут следить за выходом следующих данных. Так, в понедельник выйдет отчет по объему незавершенных сделок в США. Во вторник в Японии выйдет ряд отчетов по безработице, промпроизводству и розничной торговле. В Новой Зеландии будет опубликован индекс уверенности в деловой среде от ANZ, в Германии выйдет статистика по розничным продажам, а во Франции – по потребительским расходам. Германия также огласит данные по числу безработных и уровню безработицы. В Великобритании будет опубликована сальдо расчетного счета, платежного баланса и окончательные данные по ВВП. В Канаде выйдет доклад по экономическому росту, в среду в Китае выйдет статистика по производственному PMI, а в Австралии – по розничной торговле. Кроме того, ряд европейских стран опубликует отчеты по деловой активности в производственном секторе, включая Германию, Францию и еврозону в целом. В США выйдет производственный индекс деловой активности. Вы смотрели календарь последних экономических событий, подготовленный для вас командой Инстафорекс. Всего вам доброго, до свидания!